10 минут пешего ухода вокруг Шуховской башни сосредоточены 76 сооружений 20-30-х годов, причем первые планы 30-х годов. Из них 21 — это объекты культурного наследия, внесенные в реестр. И Шуховская башня — это, конечно, стержень этого района, это ось, вокруг которой нанизаны все эти объекты. Мы предлагаем увидеть район Шабловки как новый культурный кластер, который добавляет новый культурный центр за пределами Садового кольца. Мы считаем, что проблемы не ограничены рамками решения вопроса физического спасения башни. Мы считаем, что эта проблема напрямую связана с судьбой уникального района Шабловка и также она затрагивает вопросы культурной политики. Ахитектор Москвы Сергея Кузнецова. Что касается создания кластера, это, наверное, возможный путь, где есть алгоритм взаимодействия власти с представителями бизнеса и культуры, которые находятся в этих кластерах, что позволяет кластерам быть самодостаточным. Безусловно, нужно найти устойчивую экономическую схему развития. Возможно, она будет связана с новым строительством. Тут можно добавить хороший пример, например, мигпакинг в Нью-Йорке, который, по сути, тоже является таким кластером. Позиция может быть только такая, что, безусловно, с точки зрения идеологической, да, тут не о чем спорить, очень хорошая идея, можно брать и развивать, но надо понимать, что должен быть некий мотор этого процесса, либо государственного, как эта организация должна взять для себя функцию модерации этого кластера и создания структуры, которая будет заниматься развитием территории. Идеологически такая история очень хороша. Вопрос непосредственно самой башни, ее существования, ее сегодняшнего состояния. Мы понимаем, что весь проект должен начинаться с сегодняшнего дня и кончаться новой башней в хорошем состоянии, которая не разваливается. В этом идее пока, я так понимаю, объекта этого нет. То есть такие объекты хорошо, когда они работают именно кластером, когда в данном случае кластер – правильное слово. Есть смысл более детально разобраться с состоянием башни, если это до сих пор не сделано. Вопрос, мне кажется, просто некий, может быть, независимый экспертизы и отдельного проекта, который, наверное, был, может быть, публично представлен, обсужден. И поэтому пока такого плана нету, безусловно, странно приступать к разводу. Мы не все это довольно поспешно, а чего вызывает, мне кажется, излишнюю негативность. Спасибо. Спасибо большое. Ирина Анатольевна Савиевна. 7 марта в общественной палате Российской Федерации состоялись слушания по этому вопросу. Основное мнение поддерживаемое и Министерством культуры о том, что башню возможно реставрировать, естественно, на своем родном месте и реставрировать без разборки. Хотя, конечно, для начала нужно иметь экспертное заключение, можно с участием международных специалистов, от которых поступает масса обращений в Министерство культуры. Именно факт того, что она аварийная, тоже не подтвержден никакими изысканиями инженерными. Формулировался наш первый пункт – обращение проекта, обращение к президенту в экстренном порядке, провести независимую экспертизу текущего состояния Шуфинской башни для разработки рекомендаций технического задания по ее реставрации на месте постройки. Евгения Шингарева. Позватель объекта несет ответственность за состояние данного объекта. И нами будет проведена проверка порядка сохранения объекта культурного наследия. И принято соответствующие позиции Департамента культурного наследия также декаблировать и оставить объект на предстоятельности. Александр Петрович Кудрявцев, президент Российской академии архитектуры и строительных наук. Академия архитектуры и строительных наук – это рассматривать эти вопросы. И естественно совершенно, естественно, исходя из массы всяких факторов, считать невозможно ни перенос башни с этого места. Это просто наверняка нельзя переписать историю Москвы, которой мы все время обращаемся, как источник патриотизма, источник воспитания молодежи и так далее. И она поражает своей простотой и своим совершенством. Это как Иоанн Родович. Михаил Казанов. Международная академия архитектуры, Союз Мостовских Архитентов однозначно поддерживает сохранение башни на месте, однозначно поддерживает идею, как идея создания культурного кластера. Очень хорошая идея, потому что там действительно средоточие памятников очень ранее, в 20-х годах. А башня – это символ этого периода, потому что практически это первый реализованный объект отечественного авангарда. Этот авангард – это то, ради чего, в общем, половина соображающей публики, архитекторов, художников, людей искусства, поезжают в Москву. Это первый хай-тековский объект. Но, господа, это же флаг. Это просто надо об этом помнить и думать. И вот эта вторая жизнь этого объекта – это просто наше общее ответственность. Владимир Федорович Шухов. Это такой же объект, как Эфильова башня. Это такой же объект, как Кремль. То есть разговоры его переносят, просто выйти не должно. Создание нового кластера, конечно, Москва требует создания новых кластеров. Тем более кластеров совершенно нового направления и новой востребованности, потому что это будет уже не просто некая парковая зона или развлекательная зона, где-то будет такой научно-технический кластер 21 века для молодежи, для студентов, направленный на развитие страны. Поэтому это тоже нужно. Самое главное сейчас взять и решить это все дело на федеральном уровне, несмотря на Олимпиаду, на Крым, на Украину. Уже, в принципе, на самом деле, третий месяц разговора по поводу Шуховской башни не останавливается. Ну, уже как бы достаточно, чтобы понять, что это такое для России, что это такое для нас. Спасибо. Пожалуйста, Павел Андреев, архитектор. Перенести башню. На каком основании? Со мной, когда я подходил в управление охраной памятников, так вежливо вообще никто никогда не разговаривал. Со мной разговаривает совершенно долгим тун, если я на что-то не на то замахивался. Кто бордит памятники, даму дерьма. То есть вообще разговоры были такие. Скажите, пожалуйста, а вообще, почему речь должна с собственником идти на округлом столе в порядке судебного разбирательства? Мы имеем закон об охране памятников. Это святая обязанность человека. Это же стартостояние. Это национальное достояние. Соответственно, он окладывает определенные обязательства на собственника. Экспертиза должна быть однозначной и очень четкой, ясной и жесткой. Для этого у нас есть и свои эксперты, и международные эксперты. Когда я первый раз попал в Лондоне в штаб-квартиру «Вовая Арупа», кто знает, что это такое, но из технейших и конструктивных, имеющих 57 филиалов по миру, мне сказал инженер, что он знает два объекта в Москве. ГУМ и Шурусскую башню. Это не то, что национальное мировое достояние. 15 марта я был в Бадуе на конференции «Союз итальянских архитентов». Первый вопрос, который мне задали, что вы там делаете с Шурусской башней? Люди там, как и познают. В Сахан-Паду считают, что материалы, экспертизы, их не имеющиеся. И если будет делаться альтернативная экспертиза, она нужна. И проект, как материал, проект реставрации, они, потому что в проекте ее разборки, переносок куда-то, вообще о разборке речи этих никакой быть не может в принципе. Все эти материалы должны быть именно из-за значимости, из-за статуса объекта опубликованы, которые, по крайней мере, представлены и общественности, и на высшем высоте. Одно из разных вещей, которое нужно тренировать, это тренировать полную открытость всех материалов. Весь мир пришел к пониманию того, что в числе главных человеческих ценностей сегодня это реальные, реальные ценности национальной культуры и важны для нашего культурного самоопределения, для нашего, я не знаю, если хотите, национального самоуважения. И поэтому обращаю ваше внимание, что вот может быть Шуковская башня стала поводом для нового осмысления вот этого уникальнейшего района, района Шабловки, культурный потенциал которого совершенно не раскрыт. Давайте постараемся не потерять, а наоборот направить усилия на то, чтобы сформировать уникальную культурную территорию, важную и для нашего, ну какого-то культурного самоопределения и для имиджа страны.